Что ж, друзья, напоминаем, что сегодня международный день дарения книг, и в нашей студии сегодня эксперт по детской литературе, Наина Новик-Дичко. Здравствуйте! Доброе утро! И вы, как всегда, вы уже вот постоянный практически эксперт нашей программы, и как всегда, мы с пустыми руками, огромное количество опять классных новых книг детских. Ну, будем спрашивать о том, как действительно привить ребенку любовь к книгам. Я сейчас сталкиваюсь с этим очень близко. У меня 13-летняя сестра, которая на каждую книгу отвечает не очень. И бросает на середине. Вообще, чтение из-под палки – это действенный метод для ребенка? Нет, совершенно не действенный. Из-под палки вообще ни для кого ничего не действенно. Ни для ребенка, ни для взрослого. Мне кажется, человек там с такой закалкой, как моя бабушка, она все-таки может привить мне любовь к книгам. Но все имеют право не дочитывать книги. Это неплохо. А, то есть, можно взять и открыть. Ну, не понравилось, ты в процессе это понимаешь. Да, не понравилось – отложить и искать свою книгу, которая понравится. Как в отношении. Не дочитала, и все. И молодец. Половину прочитала, уже хорошо. Серьезно? А кажется же, что ребенок наоборот это может воспринять? Ну, ей не нравится. Значит, не ту книгу ей дали в руки. Вот и все. Может быть, язык не понравился, которым вот написано. Вот ученые некоторые утверждают, что для того, чтобы книга ребенку понравилась, один из факторов – это то, чтобы книга была красивая. Обложка. Правда? Вот, пожалуйста, давайте посмотрим. Это же все детские книги, да? Да, это детские все. Даже вот это? Нет, это «День дарения книг». Я принесла некоторые книги, которые могут просто как намеку кому-нибудь. Ну, вот детские мы пока продемонстрируем. Ну, вот это классно вообще в стиле «Стимбанк». Это графический роман по простонародью комикс. Так. Комикс. То есть, действительно… Книга-комикс. Книга-комикс. Книга-комикс, книга-графический роман. А, все, ну такие я люблю. Не отпугивает детей от чтения. То есть, мало написано, много нарисовано. Мало написано, много нарисовано, да. И им кажется, что это не так уж страшно. Там два слова, тут три слова. Главное, что втянулись в тени. А потом уже побольше, побольше, еще больше. Ну, вот некоторые… И вот такой… Зверский детектив. Книга-книга. Зверский. Зверский. Круто. От шести лет и до девяносто девяти. И девяти. Серьезно? Да. Вот некоторые эксперты советуют класть дома книги на видное место. И таким образом, вроде как, ребенок будет ходить, везде их видеть и возникнет желание читать. Ну, в доме, где люди читают, всегда есть книги. Если в доме нет книг, и вдруг мама решила, что ребенку ее нужно читать, сначала мама должна начать читать сама. А, то есть, вот так не получится. И ребенок… Да, так не получится. Ребенок должен видеть, как читает кто-то рядом, чтобы захотеть сделать то же самое. Они же видят, как родители сидят в телефоне и тоже хотят сидеть в телефоне. Да. А если родители сидят с книгой, то, соответственно, хочется тоже посидеть с книгой. То есть, если ты не читал и понял, что это было неправильно, просто заставить ребенка читать, скорее всего, не получится. Верно? Ну, надо заставить себя. Все с себя начинается. Надо подавать им правильный пример. Вот сидишь ты целый день перед телевизором и смотришь «Кубань-24». А почему? Про меня заговорили сейчас. Вот, вот мне что интересно. Это взрослая книга. А, это взрослая книга. Да? «Очаровательный кишечник». Ну, если вдруг кто-то у вас в семье неправильно питается, можно подарить в день дарения такую книжечку. Сказать, ну, может, почитаешь. Кстати, или идем на гречку всей семьей. Как самый могущественный орган управляет нами. Вот тут открываешь, смотри, смотри, видишь, что-то. Открываешь, а вот же он. Ничего не весело. Маленький. Весело. Когда прочитал такое, думаешь, ну, раз я уже правильно питаюсь, почему бы не побежать? Да. Кстати, да, вот, это для, как раз для утра подходит, посмотрел, сделал зарядочку, съел что-то полезное. Ешь правильно, беги быстро. Да. Правила жизни сверхмарафонца. Да. Но вот если вернуться все-таки к детям, некоторые детки начинают читать в 3-4 года. Я знаю массу таких историй. А некоторые, ну, это не говорит о том, что они там какие-то глупые или не такие. Вот в 7 лет кое-как в школе учат эти несчастные 33 буквы и как-то пытаются их соединить. Динфи. От чего зависит вот возраст? Это чисто физиологически? Все зависит от родителей, опять же повторюсь, да, и от самого ребенка. Не все танцуют, не все поют и не все читают. То есть это тоже нормально, да? Да, абсолютно нормально, да. Ой, мне кажется, вот я на своем, ну, вот честно, вот признаюсь, сейчас откровение будет. Очень мало художественной литературы прочитал, потому что я читал учебники. Вот у меня были большие толстые книги по, там, глобальная геотектоника, там, еще, куча учебников я читал. И мне кажется, что, а почему? Ну, можно же учебники читать, можно художественные. Можно читать все, что тебе нравится. Все полезно, все полезно. Можно читать комиксы. Комиксы, пожалуйста. Вот, вот это мне очень нравится. Детская книга, которая как будто самим ребенком нарисована. Это нарисована, это книга о дельфина, мы все знаем его, как о дельфин, певец. Это он издал детскую книгу, а иллюстрации сделаны его сыном. Книга живая, с приложением, чтобы, опять же, привлечь детей к чтению. Когда наводишь телефон, иллюстрации оживают. С приложением специально? Да, да. То есть, и он сам читает. И, может быть, гаджеты применятся и в чтении. Конечно. Мне очень понравилось. Книга идет в ногу со временем. Ну, кстати, для современных детей мне очень понравилась формулировка «Вовлечь ребенка в чтение». А можно наказывать чтение? Ни в коем случае. Ну, почему? Ну, вот, допустим, гулял там, задержался на час во дворе, хотя кто сейчас гуляет, да? Сидел в телефоне на час дольше, чем нужно. Вот, прочитаешь еще 20 лет. Отвращение к чтению. Разбил айфон, садись, читай. То есть, не работает. Вот пример, допустим, не работает. Пример родительских чатов, да, в детских садах и в школах, где сейчас близится выпускной, больная тема. Давайте подарим книгу. Ура! Как классно подарить книгу ребенку, когда он 5 лет отторванил в детском саду, и ему раз и дарит книгу. Он не ждет книгу. Ребенок ждет подарок. Какую книгу? Хорошо. Книгу нужно правильно дарить. А давайте подарим хрестоматию. То есть, сразу убить все желание ребенка читать. Потому что хрестоматия мало иллюстраций. Она толстая. Непонятно, что здесь написано. Начинается все у нас с блин. То есть, ребенку дали в руки, говорят, а теперь, дружок, с этим ты идешь в школу, это мы будем читать. И все. И уныние, печаль. То есть, ребенок не рад. Нужно дарить так, чтобы ребенок был рад. То есть, книга должна быть яркая, красивая. И он должен захотеть ее открыть сам. Хрестоматию никто не захочет открыть. То есть, вот эту любовь к чтению можно убить в самом детстве. Можно с самого начала, да, с амбициями от самих родителей. А если ты даришь вот так? Смотри. А ну? Ниночка, смотри. Блин, ну я сейчас... Нет, давай я сначала сам почитаю. Вот мне кажется, мне родители так же подарили. Чего? Да ладно. Ну да, вот так работает. Да, так работает. И все, и ребенок уже ему сработает. Вот эта книга для с первого чтения, где много иллюстраций, мало слов, короткие предложения. Меньше слов, больше дела. Меньше дела, да. А вот бывает же обратная ситуация. Это для семилеток. Это прекрасно. Здесь действительно очень много картинок, и написано немного, правда, не страшно читать. Бывает обратная ситуация, когда дети слишком много читают. Вот это было у меня в семье. Брат садился есть, ставил книгу, шел куда-то там, не знаю, заниматься уроками рядом, клал книгу художественную, и как только мама выходила, уроки, книгу читать. Это что такое? Что это такое? Я вместе с братом так же поступала. Ну ничего, все хорошо, все отлично. Уже все успел? Уроки сделал? Не все успел. Ну да, зато начитанный. Начитанный, грамотный. В любом случае, чтение – это грамотность, в первую очередь. То есть с этим бороться не стоит? Не надо. Ну, может, какими-то ограничениями все-таки. Надо, чтобы хоть он как-то двигался. Все должны быть границы, да, и это уже родители регулировать. Но вот прям не будем читать книгу, так, наверное, нельзя. Можно было ему подсунуть тяжелую книгу с тяжелыми страницами, чтобы он физическую... Опять же, ту книгу, которая точно ему не понравится. А ты вот это прочитай, пожалуйста. А потом? А он что-то... Ну, что-то... И убивая желание потихонечку. Начинала я как книгам. На ваш взгляд, о чем должны быть вот первые книги в жизни ребенка? Они должны быть об окружающей природе, чтобы он начинал изучать. Или сказки, может быть. Или, может быть, о звездах. Или все-таки сказки. Об эмоциях. Ребенок должен понимать, что он чувствует в первую очередь. Это должно быть об эмоциях. Сейчас вышла, да, серия такая книг для малышей. Вот она мне очень нравится. Самокат, по-моему, издательство. Это книжка «Злиться». Книжка красная. На две странички. То, что книжка злится, это нормально. То, что книжка плачет, это тоже нормально. Книжка добрая. И вот такая вот серия разных эмоций. Это в первую очередь ребенок должен научиться понимать свои чувства, чтобы принимать окружающий мир. А потом собачки, кошечки и дальше поехали. Вообще желательно все одно время. То есть везде должны быть эмоции. Да, то есть ребенок должен научиться понимать себя. Вот. Изучать себя, а потом уже изучать все вокруг и розетки и так далее. Слушайте, друзья, в это и другие интервью всегда можете пересмотреть на нашем сайте.